Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу сосредоточить наше внимание на одном тексте, книга Второзакония, 6 глава. Я буду читать с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Бог говорит о своих заповедях. Он говорит, чтобы мы их видели всегда перед своими глазами, это раз. Чтобы мы всегда размышляли о них, где бы мы ни находились, ложились, вставали, чтобы мы помышляли о Его заповедях. Важно это? Это очень важно, братья и сестры. Это основа нашей христианской жизни. И вначале Бог говорит, без чего невозможно это соблюдать. «Слушай, Израиль, я Господь Бог, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими». Без этого невозможно соблюсти ни одной заповеди, даже самой малейшей. Бог дал народу израильскому 10 заповедей и 613 постановлений. Это огромный список того, что им нужно было соблюдать. Но во главу всего он поставил любовь. Если ты не будешь любить Бога, ты не исполнишь и самой малейшей заповеди. В 19 лет меня призвали в армию. Ну не, меня призвали раньше, но в 19 лет, я учился еще в 18, в 19 лет я пошел в военкомат, и меня забрали в армию. Хотя у меня было заявление написано на альтернативную службу, это был 2007 год, но мне ее не предоставили. Сказали, обойдешься, пойдешь служить как все. Я говорю, ну у вас будут проблемы? И тогда там начальник военкомата, он говорит, у нас? Парень, ты что-то попутал. Я говорю, ну ладно, смотрите сами, забирайте. Хорошо, сколько тебе нужно на прощание с родственниками, с родителями? Я говорю, ну дайте 5 дней. Он, вот тебе 5 дней. Выписал повестку мне. Говорит, с вещами, такого ты декабря придешь. Хорошо, я пришел домой, говорю, папа, мама, меня забирают в армию. Конечно, это было переживательно для моих родителей. Папа мне говорит, ты уверен? Я говорю, пап, ну ты же отслужил. Ну не предоставили мне альтернативную службу. Значит, надо будет и мне тоже пройти через это. Он говорит, хорошо, сынок. Я зашел в комнату свою, встал на колени. И как сейчас помню, я молился, Господи, сохрани меня от этих львов, которых я там встречу на своем пути, чтобы они не сокрушили мне зубы. Я, кстати, очень переживал, что мне выбьют зубы. Почему-то. Я так, ну как бы за них все время переживал. Не знаю. И вот я об этом тоже помолился. И, кстати, Бог сохранил. Он в порядке сохранил, да, мое здоровье. Ну вот, через день приходит ко мне мой брат и говорит, я иду с тобою. Я говорю, как? Он говорит, я тоже пошел в военкомат, и меня забирают с тобой. Я говорю, вот здорово, слава Богу. И нас забрали вместе с моим старшим братом. Итак, мы в армии. Конечно же, все это переживательно. Мы оказались в другом мире просто. Это было невероятно. И из такой прекрасной христианской семьи, из такого общества, где все такие хорошенькие, чистенькие, нарядненькие, красивенькие, оказаться, наверное, просто в аду. Потому что все кругом ругались страшно, друг друга обзывали, дрались. И вот мы сразу очутились, и это было настолько потрясающе, что мы просто не понимали, где мы находимся. Мы, знаете, как зачарованные ходили там. По расположению, поэтому кто-то бегает, кого-то бьют, тут отжимаются, там кто-то кого-то пинает, летят какие-то табуретки. Боже мой, что делать? И вот мы в этом вот, знаете, самотохе нас так согнали всех в кучу. Подходит один сержант и говорит, так, вот ваш товарищ, он вам все тут расскажет, покажет. Вы должны сейчас быстренько умыться, переодеться, отбиться в 10 часов. Ну, говорит, так как вы поздно приехали, мы вам разрешаем еще там на 1 час в 11 отобьетесь. Значит, но в 6 утра все должны стоять, он вам все объяснит. И вот мы, знаете, так вот все на это смотрим, как, что, чего. Показали мою койку, расположились, я думаю, так, надо посмотреть, где там умывальники, все. И я иду туда. Прохожу кровати, на кровати лежит сержант, старший сержант. Он лежит, ноги в ботинках на кровати, и он курит. Заметив меня, он резко подскакивает, останавливает меня, протягивает свой окурок и говорит, забери. И с кем-то там разговаривают по телефону. Что делать? Я становился, как вкопанный, я смотрю на этот дымящийся окурок, и не знаю, что делать. И он так отрывается, ты что, не понял? Забери. А я стою и молчу. Он такой, я сейчас тебе перезвоню. Он резко хватает меня за грудки, со всего маху ударяет меня о стенку. И говорит, я сейчас тебе в глаз его запихну. И знаете, и такая пауза, этот окурок возле моего глаза. Я говорю, товарищ старший сержант, я верующий человек, я никогда не брал эту гадость в руки и не возьму. Такая пауза. Он хватает одного солдата, говорит, исчезни. Тот сразу схватил, убежал. Он говорит, садись. Я сел, рассказывай. И я начал рассказывать. И рассказывал я где-то до часу ночи. До часу ночи где-то был мой рассказ. Я позвал брата моего. Мы ему рассказывали о Боге, какие мы христиане. Молодежь подарила нам, когда мы уезжали в армию, на поезде, они подарили нам блокнотики. И каждый записал в этот блокнотик пожелание нам на нашу будущую жизнь армейскую. Это очень дорого было для нас. Мы всегда носили его возле груди, этот блокнотик. Он пропитался потом. Все там слова размылись под конец службы. Но так дорого, я его до сих пор храню в отдельной шкатулке со своим военным билетом. И вот там же, кстати, Евангелие тоже у меня было. И вот мы эти блокнотики разворачиваем. Некоторые там фотографии приклеили наши молодежи. И он разглядывает, ничего себе. И он смотрит на девчат, на наших сестер, смотрит, какие у вас красивые девушки. Ну и все это перелистывает, такая беседа. Я думаю, надо использовать момент. Я говорю, товарищ старший сержант, у меня такая просьба. Он говорит, какая? Я говорю, мы люди верующие, и мы должны молиться Богу. Он говорит, без проблем, наши вон тоже молятся. Вон там комната, говорит, там наши молятся. Ну и вы там будете молиться тоже. И сразу же нам отделил место для молитвы. Знаете, это такое было вдохновение, такой подъем духа, все. И нас сразу освободили от всего, знаете, ну, от издевательств там некоторых, потому что этот старший сержант, он был дагестанец, и он такой, ну, взял под свою опеку нас, и так нас ограждал от этих всех там беспределов, которые творился. Но это было только начало. Я понял, что и при начале пути Бог дает благословение, когда мы твердые. Когда мы можем засвидетельствовать, что для нас Бог, это не просто что-то, знаете, какие-то черные буквы на белом фоне. Когда Бог в моем сердце, в моей жизни, когда я не боюсь, и тогда, когда мне угрожает опасность, потому что я его люблю. Но всех готовили к присяге. Присяга, а мы присягу не принимаем. Конечно же, было много вопросов, почему вы не учите присягу. Мы говорим, мы учить присягу не будем, потому что и принимать ее не будем. Как это не будете принимать? Ну, сразу на беседу. Прапорщик, еще несколько офицеров собрались вместе, закрыли дверь за собой. Прапорщик немного подвыпил для смелости. И такой удар ногой, столб полетел, стулья полетели кругом, и он начал орать. Как он кричал, я вас всех расстреляю, сейчас мне пулемет, я вас всех тут положу таких. И вот он брыжет слюной, кричит на нас. Мы только смотрим, господи, сейчас, наверное, бить начнут, сохрани. Но он немножко успокоился, и вот там офицер, да подожди, подожди, успокойся, Михалыч, все, хватит, хватит. Ребят, да мы вам зла не желаем. Мы вам не желаем зла, мы на самом деле хорошие дядьки. Давайте это самое, все решим по мирному, чтобы все было хорошо. Сейчас сядем, вы подпишите бумаги, и все. Мы говорим, нет, мы этого делать не будем. Вы что, не понимаете? Вы не дома у себя, вы там не с мамочкой, вы в другом месте находитесь. И опять, и опять. Но, конечно, все это не сработало, как нас не уговаривали. Приехал один командир с другой части, он завел нас, говорит, ребят, никто нас не видит, мы один на один. Вот смотрите, просто скажите, что вы принимаете присягу, и можете ничего не подписывать. Просто это скажите. Я вас сразу с этой части заберу, ты старший, будешь у меня водителем, я командир другой части, а тебя я тоже пристрою в штаб, будете жить очень хорошо. Только слово, даже подписывать ничего не надо. Нет, мы этого не сделаем. Он говорит, ребят, вы пожалеете. И он ушел, и наша жизнь круто изменилась. Десять часов отбой, но нам говорят, так, Ефремовы сюда. Все легли спать, мы подходим, так, вот там нужно почистить снег на дворе. Вот берете две лопаты и идете чистить. И завтра зарядка у всех ребят. Плац должен быть чистым. А плац, ну так, в радиусе где-то около километра. И вот мы с братом моим берем лопаты тяжелые, знаете, такие листы железа, дужки от кровати приварены, и мы скребем. Там, чтобы эту лопату просто толкать, нужно огромное усилие. Но еще и снег. Так, мы смотрим, час ночи, два часа ночи. Закончили? Закончили. Ну а теперь побегайте немножко для разминки. Ну и мы еще бегаем для разминки. Ну приходим, уставшие. Они говорят, ну теперь тут недоубирались немножко, надо убрать. И так это продолжалось один день, два дня, три дня, четыре дня, неделю, две недели. И мы поистомились немножко. Конечно, заунывали, но куда деваться, армия? И не поплачешь, мамочки, в жилеточку, да? Господи, дай силы. И вот однажды, когда опять всех отбили уже, мы там занимались какой-то уборкой, подходит один из солдатиков, говорит, вас вызывают в часть, в штаб. В штаб, это надо идти через плац, по форме номер пять. Мы одеваемся, одеваем все на себя, полушубок, застегиваем, ватные штаны, одеваем на себя шапку меховую и идем в штаб. Приходим, нас вызвал полковник по воспитательной работе, замполит. В свой кабинет мы постучались, где-то уже было около часу ночи. Он говорит, заходите. Мы зашли, он говорит, встаньте здесь, не раздеваться. Мы встали посередине его комнаты, его кабинета и стоим с братом и смотрим. Он сидит в футболочке, в такой, знаете, маечке, что-то пишет, какие-то бумаги перебирает, что-то пишет, мы оглядываемся, солдат сидит один, тоже легко одет, у него, значит, перед ним тетрадный лист, ручка, и он готов записывать протокол. Мы поняли, что будет какой-то допрос. Мы, знаете, так внутренне напряглись, съежились, но мало этого, в комнате была страшная жара, мы смотрим, еще дополнительные стоят колориферы и, знаете, просто удушающая жара и по нам потекли струи пота и, знаете, от напряжения, от всего, а он запретил нам раздеваться, и мы поняли, что это было сделано специально. И вот так мы стоим полчаса, час стоим, и я чувствую, что сейчас мы будем терять сознание уже. И вдруг он все откладывает, ударяет кулаком по столу так, что все подлетает и начинает тоже орать на нас, что мы вот такие зомбированные фанатики, на его голову свалились, и что он сейчас с нами сделает, что он нас посадит в тюрьму и там все, и кричит, 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 потом останавливается и говорит, сейчас я посмотрю, какие вы верующие. Подходит ко мне, тыкает меня в грудь пальцем и говорит, десять заповедей мне, быстро, десять заповедей. И в моей голове, знаете, как будто бы что-то щелкнуло, и я не могу вспомнить ни одной. Я пытаюсь сумрачно, знаете, что-то вот так вот вспомнить, возлюби Господа Бога твоего всем, что-то не то. И я, не убей, раз, не укради, два, не прелюбодействуй, три, что же там дальше? Возлюби Господа Бога, четыре, где еще? Я назвал семь заповедей, вот знаете так, еще три не назвал. Он говорит, где еще три заповеди? Где три заповеди? Такие вы верующие. Вы завтра у меня примете присягу, ясно? Он нас выгнал из кабинета, мы возвращаемся в расположение наше, разбитые, подавленные. Мы проиграли. Я тогда понял, Господи, да почему я не выучил этих десять заповедей? В воскресной школе мог бы еще выучить. Вот такие вы верующие. В висках бьет и бьет. Вы даже десяти заповедей его не знаете. А я хочу задать вопрос вам, молодежь, вы знаете десять заповедей? Поднимите руку, кто знает десять заповедей и может их рассказать? Так, одну руку увидел? Вот такие мы верующие. Получается, да? Мы много знаем, мы такие, знаете, приходим нарядные, чистые, мы поем хорошо, красиво, говорим стихи. И зачастую мы самого важного и основного мы не знаем. Давайте исправлять эту ошибку. Я вам расскажу, как выучить десять заповедей за полторы минуты. Хорошо? Запомним. Итак, для этого нам потребуется, дети, внимание, десять пальцев. Поднимите десять пальчиков своих рук. Десять пальцев, да? Вот это десять заповедей. Итак, теперь нужно зажать все, кроме одного пальчика указательной руки правой. И первая заповедь гласит, «Слушай, Израиль, я Господь Бог твой». Это первая заповедь. Теперь второй пальчик левой руки указательной поднимаем. И вторая заповедь гласит, «Не сотвори себе кумира и никакого изображения и не служи им и не поклоняйся им». Третья заповедь, три пальчика на правой руки, три перста на уста, запомните. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Четвертая заповедь, нам потребуется два пальчика правой руки и два пальчика левой руки. И мы их соединяем в домик. Чти день субботний. Пятая заповедь, пять пальчиков на правой руки. Вот в армии мы всегда отдавали честь офицерам и сержантам. «Почитай отца и мать твоих». Почитай, отдавай честь. Пять пальчиков. Это пятая заповедь, и она с обетованием. И будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Шестая заповедь. Левая рука, ладонь и один пальчик правой руки. И мы протыкаем ладонь левой руки. Не убей. Седьмая заповедь. Два пальчика правой руки и ладонь левой. Пять пальчиков. Человек идет, два человека идут. Не прелюбодействуй. Запомнили? Не прелюбодействуй. Восьмая заповедь. Мы делаем четыре пальца на левой руки, четыре пальца на правой руки и накладываем их друг на друга. Получается грудь в полосочку, небо в клеточку. Не кради, иначе попадешь в тюрьму. Запомнили? Не кради. Девятая заповедь. Левая рука, ладонь, пять пальчиков и четыре пальчиков на правой руке. Знаете, когда бывает так вот люди разговаривают за спиной. Не произноси ложного свидетельства. Ну и десятая заповедь. Все пальчики обеих ладоней и делаем такое нам знакомое до боли движение. Вот так, загребущие такие. Не пожелай. Не пожелай Вала, не пожелай Лексуса там на улице, не пожелай там двенадцатого айфона, ну и так далее. Ну вот, десять заповедей. В принципе, я думаю, что я уложился в полторы минуты или две. Но, в общем-то, можно выучить. Да, вот так с детьми еще можно поучить и запомнить навсегда эти десять заповедей. Братья и сестры, Бог нам оставил свое слово, чтобы мы его хорошо знали. Но не только знали, еще и исполняли. Насколько это важно? Смотрите, слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всей крепостью твоей, и всеми силами твоими. Это записано в этой книге. И я порой даже не знаю, что в ней там написано. Вот смотрите, у меня такой конвертик с сердечком. Этот конвертик я обнаружил в своей Библии. Я его, конечно же, сразу вскрыл. Я был в поездке. Там я обнаружил несколько фотографий из полароида своей семьи, жены, деток моих. Оказывается, жена знала, что я уеду надолго. И она мне такой конвертик вложила в Библию. И там она написала стих для меня с такими сердечками. Представьте просто такую картину нехорошую. Я увидел, я понял, что это от жены. Ну, мне некогда читать. Понимаете, просто, ну, я занятый. У меня служение, там еще что-то. О, дорогая, спасибо, конвертик, красивое сердечко тут. Люблю. Заложил, и дальше. У меня служение, и все. Подобное, вот стих прозвучал, здесь такой, мне очень понравился. Подобное что-то бывает в нашей жизни. Бог, любя нас, оставил нам письмо свое, чтобы мы его читали, чтобы о нем размышляли, чтобы его знали, чтобы его исполняли. И нам бывает не до этого. У нас времени не хватает. Мы спешим куда-то, чтобы его исполнить. Ну, это же, это же сложно, это же нужно, это нужно же вникать, это же нужно же, знаете, ближнему служить, как мы уже слышали. А ведь это тяжело. На сих двух заповедей, сказал Иисус Христос, зиждутся пророки и закон. На каких? Возлюби Господа Бога Твоего, и ближнего Твоего, как самого себя. Почему нас так много сегодня здесь сидит? И мы все рядышком. Почему Бог каждому не дал кусок земли и не отделил каждого? Знаете, ты живи здесь, на этом куске земли, а ты здесь, и всех не окружил так, чтобы мы друг друга не видели. Почему? Да ему нравится, когда мы все вместе. Почему? Потому что здесь мы становимся лучше. Мы начинаем любить друг друга, мы делаемся способными любить друг друга. Потому что, если бы нас не было вот таких много разных, всяких разных, мы бы не научились не сходить друг ко другу, мы бы не учились, не научились любить друг друга, помогать друг другу. Оттого у нас случаются какие-то немощи, переживания, нужды, чтобы Бог, побуждая сердца других, прославлялся в их участии, в их служении другим. Я только что закончил в городе Михайловске проводить панораму Библии. Мы говорили о царях. И вот два царя, царь Давид и царь Соломон. Два великих царя, но кто из них больше? Один умный, а другой, как мы его назовем, муж по сердцу Божьему, а другой любящий Бога. Соломон воцарился в 12 лет. Это был маленький ребенок, знаете, такое комнатное растение. Он был очень хиленький, я так думаю, потому что Авиафар и Иоав, они презрели его. Они поняли, что это не царь. Царь таким не может быть. Вот царь должен быть таким, как Адония. Адония сильный, красивый. Знаете, вся его наружность говорила, что он сын царя, способный, который участвовал с отцом в военных походах, видел, как отец воевал. Возможно, и он закалялся в этих походах. Вот такой должен быть царь. А это комнатное растение. Нет. И они переметнулись на сторону Адонии и воцарили его. Тогда отец срочно предпринимает действия и воцаряет своего сына. Это было первое воцарение. Но после была вторая коронация Соломона. Это говорит об этом нам 29 глава книги 1 Паралипоминон, что в конце своей жизни Давид еще раз воцарил Соломона. Соломону было уже около 20 лет. Но начинаем считать с 12 лет. 40 лет царствовал Соломон. Сколько это? 52 года. Бог сказал ему, если ты будешь любить меня и исполнять мои заповеди, то я продлю дни жизни твоей. А если нет, то ты рано умрешь. И он умер в 52 года. После своей коронации второй через 4 года он приступил к постройке храма. Ему было уже 24 года, 7 лет он строил свой храм, строил храм Богу. Это было величественное здание, но это была проекция его отца. Жемчужина, которая родилась в сердце его отца. Все сокровища и богатства, которые собрал его отец, он отдал на этот дом. И даже сокровища собственного дома. И вот ему уже 31 год. У него остается не так уж много времени для себя. 13 лет он строит свой дом, долгострой, и остается у него 8 лет жизни. На что он потратил эти 8 лет? Закончился смысл его жизни. Он не знает цели своей жизни. До чего он вообще живет теперь? Вот я построил храм, который сказал мне построить отец. Я построил себе дом, и все у меня теперь устроено. Все у меня хорошо. Цель моей жизни какая? Нету. Он понимает, что все суета и томление духа. И тогда он начинает ходить по лезвию бритвы. Он начинает пить. Может быть там какое-то удовлетворение. Но он приходит в себя и говорит, и здесь томление духа. И это не для человека. Что же тогда предпринять? Он начинает строить. Он начинает сады развивать. Там такие подвесные сады. Он начинает копать. Он начинает в труде искать забвение. Но говорит, и это отобление духа. И все это бесполезно. Он останавливает весь свой труд и понимает, что бесполезно все. Нагим пришел в этот мир. Нагим и уйдет. 118-й псалом написал его отец Давид. Это великолепный псалом. Прекрасный псалом. Каждый его стих это как золотой стих. Но вы знаете причину написания этого псалма? 176-й стих, последний, говорит причину написания. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, Господи! Я заблудился! Я не знаю, что мне в этой жизни делать. Туман, суета, томление духа. Господи, взыщи меня! И рождается такой прекрасный псалом, который сегодня нас утешает, вдохновляет, ободряет. Каждый его стих это золотой стих. Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Его же сын поступает не так. Он пришел к тому, что он не знает цели своей жизни и смысла своей жизни. И он начинает в различных удовольствиях, трудах находить его. И только в конце он понимает, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она оказывается, сущность всей жизни человеческой. Бойся Бога, люби его и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Братья и сестры, на что мы сегодня тратим свою жизнь? Сколько нам Бог отмерил? Сколько он дал нам? Потенциал какой у нас? Вот мы молодые. Мы еще можем что-то сделать и даже в возрасте. Что мы с вами делаем? Иисус Христос приводит притчу и говорит «И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и скажет царь им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что значит любить Бога. Петр, любишь ли ты меня? Люблю, Господи, паси овец моих. Петр, любишь ли ты меня? Люблю, Господи, ты знаешь, что я люблю. Паси овец моих. Поэтому я узнаю, что ты меня любишь. Ты можешь много говорить о любви. Ты можешь говорить, да, я люблю тебя, Господи. Паси овец моих. Делай что-нибудь. Соблюдай заповеди. Возлюби, Господа, Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Делая ближнему добро, помогая ему, участвуя в его нуждах, мы тем самым показываем, я люблю тебя, Господи. Я люблю. У нас много миссионеров, братья и сестры. И они испытывают трудности, тяготы. Кто из нас отправил им весточку грецких орехов, сушеных сухофруктов? Вы знаете, как там это необходимо? Не так давно, буквально пару дней назад, разговаривали мы с полуостровом Ямал. Там наши братья, сестры. Буквально 10 декабря туда вылетает семья на переселение на полуостров Ямал. Еще одна. Четверо детей у них. И мы созваниваемся и говорим, какие там условия, как там сейчас погода. Нам говорят, хорошая погода, минус 40, отлично, снег трещит, лед уже полметра, все отлично. А у вас здесь можно ходить и без куртки, да, сегодня? Вот такие там условия. И лето к ним придет только в июне. И короткое лето. И у нас много таких семей. Мы что-то можем делать. Мы не там, но можем подавать патроны. Мы можем участвовать в их служении. У нас сидит Вячеслав Кальдяев в тюрьме. Кто-то отправил ему весточку. Брат, мы молимся за тебя. А его жене. Каково я с детьми? Сестра, мы знаем о тебе. Мы также молимся. Мы с тобой. Мы можем что-то делать. И в этом проявляется наша любовь. К ближнему. Братья и сестры, любим ли мы Господа нашего Иисуса Христа? Готовы ли мы ради Него посвятить свою жизнь для Него? Отдать что-то свое. Как хорошо, когда мы не слышатели только, забывчивые, но исполнители дела. Блажен будет такой человек в действовании своем. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Спасибо.